это я опять да я опять так это и здорово что ты пришел вот так а то батюшка вот рядом вот он сидит подними голову то что сергей больше благословите да ничего двигается да ничего не сказали какая-то там или лопнула какая-то связка жидкость скапливалась откачали потом но обратно надулась она болею это поэтому так вот так вот так андреевич говорили башки это самые помощников какого-нибудь чтобы ему не часто зимой ездите это самое в барнаут сложности какие вам да особо то какие так сильно то нет на сложность только что единство что вот ночью если не поспишь но я днем ляг сегодня час поспал и нормально это так трудности физически нет только в том что перерывается сон ночью я стою уже пол третьего стою четыре выезжать надо в вагоне сегодня сели в вагоне даже был полный вагон кое-как только где присесть и только немножко присели уже лечиться нельзя когда бывает свободно иногда вот полно поэтому всю ночь это это в таком она напряжение проходит ну а чё ж а если а если у виктора получится у виктора савченко получится и ругоположит его чё же в барнаул вы его отпустите кого ну виктора виктора савченко а виктора савченко ну так вот мне трое учатся в этом году поступили трое учатся из троих хоть бы один получился это бы хорошо ну а чё ж вы как там на снегоходе сначала до бросаете там потом до трассы доезжаете да нет мы на снегоходе прям до разъезда доезжаем четыре километра и на поезд садимся сажусь на поезд и все до барнаула ну а снегоходы где ж там в лесу стоят нас кто-то провожает проводил он назад возвращается человек провожает вот мы сегодня ехал он проводил нас было и я ехала трое даже четверо он проводил нас нас посадил на поезд и сам назад поехал теплая бери которую мы берем там одеяло кто сидит на санях укрывается он назад все увозит завтра меня приедут встречать вечером полдвенадцатого приезжая 4 4 километра 4 до разъезда а это 15 километров до сельсовета где у нас деревня сельсовета когда едут зимой расскажи а но зимой когда они уезжают там 10 километров до урыва 10 км они там оставляют машины на зиму договариваются где-то ну и вот они во вторник выезжает продукцию грузит на сани на снегоход доезжает в машину перегружаются едут в город реализуют продукцию вечером уже по потемкам возвращается опять то что в городе наберут заказы мы заказываем у нас спрашивает всегда кто знакомит а вас магазин есть нету а как вы без магазина живете то есть нет магазина вот он есть в город игорь мы заказываем там кто-то сколько он берет там ящик два яблок там ящик печенье там или пряники там другое что что рыбу допустим когда можно берет сразу упаковка там 20 килограмм все приезжает а там уже развешиваем и все таким образом вот они там опять из города перегружают доехал перегрузили машины ставят в гараж там где договариваются и приезжает домой все просто ну а летом уже не милый делал есть что надо говорить летом-то хорошо летом на машине прямо не выезжает на трассе летом на машине уже на своей машине прям деревне и до города с два часа всего едут на машине до города летом на поезде 3 ну да на поезде почти 3 но там остановки на поезде где-то на станции вот так ну единственное я посмотрю я смотрю ролики комаров там вижу много у вас да как комаров нормальных комаров на конос комары то не не такие как у вас город нас комары то они хорошие они такие у нас в городе не маленький вас сядет пищит там у нас он сядет его сразу видно что он его прихлопнешь потихоньку нас они такие жирные взрослые комары хорошие желтые такие они и у нас не у нас городе у нас городе у нас перестали комары летать вы знаете почему я делаю свои выводы такие люди едят думаю модифицированную пищу и комары уже эту кровь человеческую не пьют я вот два года уже ни одного комара не видел это все конец вам надо куда-нибудь или к нам переезжать или что у вас совсем неблагоприятная там обстановка а у нас комаров летом полно так мы даже их не замечаем ничего нет полетает жужжат но села на ухо хлопнул по уху все пришли поле улетела а час весна начнется нас клещей бывает вечером там клещей выбираешь там до десятка можешь снять себя но не один нет у нас заразных все у нас экологически чистые комары и клещи нету смолитых нету но наша все у нас хорошее такое мы этой весной мы этой весной перебираемся тоже деревню я думаю на постоянное место жизни у нас тоже глубинке деревня такая у нас дом там все пруд рядом 200 метров от дома вот дубовые рощи там черемуха кругом тоже хорошо ну вот деревня есть деревня городе я когда осенью ездил был в москве пожил там ночевал ночью одного племянника племянник сестры сын там живет но я меня тятя тять хоть бы на спасти ну давай хорошо договорились вечером где там я на метро он подъехал на машине после работы время было уже 7 часов он только кончил работу работает в каком-то там институте он закончил там это баунском что ли он учился не знаю какой-то нота полувоенная какая-то манее что-то это делают но и он встретил пока мы доехали до дому приехали домой уже было 9 десятый час это полтора больше времени ехали там ну все пробка стояли все жена еще не вернулась с работы жена вернулась 10 часов но что было там поужинали все утром они встают уже в 6 часов встают пол седьмого выезжает на работу и это каждый день такое какая-то жизнь я говорю если у вас здесь жить на десятом этаже купили квартиру они там ну квартиру купили там в этой по ипотеке там это это на несколько лет там это петля на шею и это говорится жить я говорю у вас это только если за какое-то преступление осудили бы не надо сказать вот будет жить здесь вот и вот так туда ездить на работу с работы вот в такой обстановке жить это хуже на 1 лагеря ну какой никакой жизни нет и мне когда дома не сварить не пообщаться между собой ничего нет не помолись не по какая-то молитва он они приходят приезжать только поужинали нужно стало за столом засыпает какая-то жизнь ну а я всту утром встают 5 часов стали мы до 6 часов помолились пока почитали 6 часов затопляю печку поставил завтрак завтрак варить к семи часам завтрак сварился я позавтракал полосмого выхожу своей паспи бессловесной окормлять паспи бессловесной они уже ждут все походил я где-то до 10 часов зашел сел там что или включился послушать или почитать сильно устал лег на пол здесь кинул полушубок возле печки полежал отдохнул спокойно хорошо а городская жизнь какая-то жизнь это это суета одна суета я вот общаюсь приезжают ко мне люди я говорила ну а в суете вот в этой и люди не могут объяснить просто напросто я минуты вот бегаешь чё-то целый день а результаты планы какие вот этих побегушек и всех понимаете люди не находят ответа люди насовица насовица конечного результата плата плодов никаких нету это вот научили так жить людей советское время было так что в колхозе работает кто-то там хороший кузнец или там скотник ну и награду давали что отправляли на всесоюзную выставку в москву на в днх и собрали делегацию с нашей деревни одного значит там он был кузнец а в то время его отправили все провожали в этом деревне это же такое событие в москву с потеряем и едет человек но ему на ты там смотри семён хорошо смотри как там в москве что приедешь чтобы расскажешь но и вот он когда приезжает опять все собираются ну к семён как там в москве то он горит знаете она москва не настоящая то воображение которое было не оправдалось люди говорят какие-то все говорят друг друга не замечают бегут горит бегом на ходу горит пирожки едят я горит здороваясь никто не здоровается со мной такое впечатление что она не настоящая там настоящая жизнь в деревне говорит тут у нас настоящая потеряемки жизнь а в москве горит нет там не настоящая больше но мы живем мы живем вот заехали третий год живем в новой квартире еще до сих пор никто не знает кто там за стеной живет люди сторонятся друг другу то что не здороваются сторонятся друг друга бояться понимаете как вот так а у нас так было что приехали в этом году к нам новые жители вы с города купили домик там было но подремонтировали там то что было там игнать их нас со своими там лагерными работниками вокруг там уже заросли вычистили все это все но и решили значит хозяйка надо осветить дом . воскресную службу после воскресной службы мы идем я впереди еду со мной алтарник мой идет ерема помогает мне а все идут еще сзади там метров можно 20 мы вперед подходим к нему домику то а домик у них на замке закрыты а ерема говорит батюшка я не понял а чё это такое игра что а почему у них закрыто на замок то есть он родился там уже парнишка учится в седьмом классе и он до того удивился а почему они на замок закрывают то есть у нас не закрывает на замок ушел палочку поставил а то и вообще ничего вот так вот оно такое в принципе и в городах раньше было особо людей язык я помню и в детстве еще лет 30 назад убежишь на улицу родители все что дверь-то забыл за собой захлопнуть раньше и городах такое было вот а сейчас то посмотрите двери ставят как в танке бронированные какой там как зоте ставит там не взорвешь не проплешь ничем металлические до двойные еще ставят двери войны до войны и и двери стоят тройные и четверные замки то есть отверх до низа стоят такие замки там с такими секретами что как в сейфах банковских они понимают человек человек не понимает что он у меня родственница вышла на крыльцо и упала замертво сосуд сердце абсолютно здоровая была девушка там я не знаю и 40 лет еще не было она вышла на крыльцо откусила яблоко и замертво упала и никакие замки никакие двери тебя не спасут эти жизнь деревенская меня спрашиваете встречается бачка ну как на вас там санкции касаягрок какие ну вот там объявили что там санкции там это я говорю ничего мы не слыхали какие что-то говорят ну а как они могут на нас влиять мы картошку насадили собрали на меня в погребе лежит там что овощи все заготовлены лежат мясо она у меня вон загоне бегает мясо как они но пусть они ничего там мы и американские никогда эти как называют ножки в уши мы не покупали ничего ник нас никак санкции никак польские яблоки они никогда не нравились это деревянные какие-то просто деревянные подслащенные искусственные яблоки а наши в яблоки пожалуйста они есть берем сейчас можно перебью а то забуду я вот недавно человеком человеком с одним ну вопрос так извили я собираюсь в деревню поедем козочку там заведем даст бог вот он выбить что-то это там типа не рентабельно курить коз заводить это накладно типа лучше пойти купить молоко вот одержать это очень сложно держать козу там или баранов вот ну реально реально сложно или это не настолько сложно вы как специалист что можете сказать не но если кто-то может ухаживать ходить хотя коза за ней нужно уход нужно напоить ее на корму дать подоить а козье молоко оно имеет свойство ну то есть полезности целительное что когда прямо ты буквально в течение нескольких минут после дойки ты должен выпивать а если она постоит там полдня день то она теряет свои качества поэтому где-то ты купить это она и дорога сегодня на литр козьего молока этом сотня то есть за сотню стоит литра поэтому если вы в деревне есть кто-то может там мама или кто-то ухаживает то это хорошо нет он нет он никак обещал за него и там уход какой-то нужно какой уход люди держат собаку во дворе но ей тоже надо попить там дать надо и поесть дать убрать там за ней надо но заказывай что там особый уход там не особого никакого не надо было бы корм только сель на зиму то где-то но сено заготовить сколько там какие-нибудь овса где купить и у фермеров каких дать там и все не стайка должна быть теплая стайкой козье чтобы не было главное сквозняков чтобы не было вот это все но и она скажем так животное очень покосливая если она вырвется там где она может подгрызть там где яблоньку подгрызть там розочки посрывать где она сразу что-нибудь такое делает вот она должна быть или на привязи или в такой стайке чтобы она к соседу не залезла в огород а то с соседями навсегда можешь из-за козы потерять добрые отношения а сколько и вот допустим на корову надо 2 гектара по моему вот на лето 2 гектара нужно да вот подбища на а газе сколько надо но мы как-то не считаем это бы я даже не знаю мы не высчитываем сколько на сколько надо столько и заготавливаем чтобы хватило на зиму примерно знаем от нас 150 овец мы уже знаем сколько сенотюков заготовить заготавливаем так чтобы было запасом Я почему спрашиваю, просто у нас там в деревне особых-то пастбищ нету таких, чтобы с картин упасти, а у нас вот мы купили там участок, и у нас есть около гектара своей земли, то есть она пустует, там у нее трава растет. Хватит гектара или козе, допустим, для пастбища? На одну козу гектара это хватит с избытком, не на одну козу даже больше еще хватит. Что там она, коза? Это немного, она немного съест, поэтому хватит. Купите, попробуйте, если будет, нет, продать можно или что там с ней. Уже если тяжело будет кому-то ухаживать, если нет. Ну, ухаживать, опять же, ухаживать. Ухаживать это доить, основная задача, подоить ее. Кормить, поить, доить, смотреть, чтобы было где сарайка, куда загнать ее, чтобы хлеб был, так говорит. Вначале, говорит, построи хлевину, а потом заводи скотину. Такая пословица есть, чтобы сразу где-то ей было, чтобы ее дождь не мочил, там ветер не продувал. Это все есть у нас, хлеб есть у нас. Ну и все-то, Бог в помощь только, и все. Да, спасибо Господь. Раньше, раньше восьми, вот еще мы, сейчас у меня друг был, мы разговариваем, еще 25 лет назад, это была фантастика. Люди воду пили из-под крана, а сейчас воду покупают люди, понимаете, сейчас нет источников, чтобы где-то напиться. Ее надо покупать только. Где-то такое, 30 лет назад, 20 лет назад, фантастические книги тут писали об этом. А у нас источники, в каждом дворе свой источник. У меня свой колодец. Выкопал это уже 20 лет, я им пользуюсь, вода прекрасная. И в каждом дворе свой колодец. Все, спокойно. Сейчас в интернете. А у вас, у вас близко, близко вода у вас? Близко, у меня колодец всего 7 метров, где-то, ну, воды сейчас метра на 2 в нем, где-то, метр на 2. Вот так, кубометра 2. Вполне хватает воды. Ну, когда бывает засуха, немножко уровень падает. А когда хорошее лето, допустим, весной, ну, земля напитается влагой, и летом бывают дожди, то уровень воды в колодцах поднимается. Я хотел сказать, мужчина, показывает в интернете, большая тележка, он нагрузил всякие банки, воду продают. И отвез в лабораторию, и исследует. Ни одной банки не нашли, которая была бы без отравы. А ее детям дают. Там такие добавки дают, все до одной показали. Поэтому эти банки, что продают, это не гарантия, что у тебя хорошая вода. Ну, бывает такое, где-то, как вот здесь, Катунь, они берут ее в горах, прямо из реки. Но там вопрос другой. А то, что они искусственно очищают, и там добавки химические, это не то. Гарантий никаких нет. Конечно. Они даже очищают, а вместе с очисткой удаляют оттуда все полезные вот эти вещества в воде. Да. А у нас она идет со всеми солями, какие есть, они как раз требуются для организма. Вот я насчет комара хотел сказать. Припоминается мне рассказ один, братья Бондаренко, они пишут сказки. Медведь лежал в берлоге, а комар большой, потеряевский, сел ему на нос и укусил. Ну, он-то как хлопал по носу, а комар взлетел и над ним жужжит он. Посмотрел, что ему не съедится комару этому, а я лежу. Посмотрел кверху, сосны качаются, вершины. Ох-ох-ох, и сосны стоят, качаются. Да, наверное, ветер там наверху. А что бы они качались-то? Посмотрел, облака плывут, и облака на месте не стоят. А говорят, еще и земля во вселенной крутится где-то. Да, как раздумаешься, один я медведь, только хороший во всей вселенной. Лежу, никому не мешаю. Это православный медведь-то. Ладно, все, я пошел. Спаси Христос, отпущайтесь.